Всем привет! Сегодня я расскажу как смотреть в высоком качестве ролики на трубе YouTube и как пользоваться моим блогом. Первое. Вот любой видеоролик. Значит, открываем его. Ну, видно, что изображение крайне нерезкое. Смотрим. Ну, потому что качество 240. Ну, допустим, пошли на 480. Ну, вроде бы что-то стало уже порезче. Идем дальше. Идем на 720. Ну, здесь уже что-то. Ну, и я обычно делаю ролики самого высокого качества. Вот они выглядят вот таким вот образом. То есть, практически, если позволяет разрешение вашего экрана и мощность компьютера, старайтесь смотреть, ну, по крайней мере, мои ролики на максимально возможном для вас качестве. Это вот такой вот, скажем, маленький нюанс. Ну, и когда высокое качество появляется, вот у вас появляется рядом с шестереночкой красное сообщение, и там написано HD. То есть, высокое качество. Ну, и вот здесь можете посмотреть. 1080. Процентов 95-98 всех моих видеороликов сделаны в качестве 1080. То есть, подробно, с деталями нормально, все как полагается. Пошли дальше. Значит, практически под любым моим видеороликом всегда имеется вот такая вот надпись. Ссылочка. Мой блог. Вот если вы на нее нажмете, то вы окажетесь на моем блоге. Вот мой блог. Периодически, значит, там могут происходить самые разные изменения, но основа вот она. Значит, первое. Вот здесь вот имеется список всех видеороликов, которые я когда-либо публиковал на трубе. Вот, так называемый веб-сайт YouTube. Вот они, практически здесь все. Если надо, вот еще нажмете, еще больше, значит, чтобы вам там открылось, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, практически здесь все мои видеоролики. Файлик команды и видео в формате Cherry3 у меня синхронизирован с моей кладовочкой на Мега. И поэтому всегда самую свежую версию файлика команды и видео вы можете скачать отсюда. Вот, всегда скачиваете вот этот вот файлик с расширением CTB, без всяких волнистых линий. Просто набираете, обычная загрузка, скачиваете, и файлик он очень маленький, там буквально 13 мегабайт. Скачивается быстро, вот уже Мега его закачала, сейчас попросит Google Chrome сохранить его где-нибудь, вот. Ну, можете там в загрузках его сохранить себе и все. Значит, для того, чтобы пользоваться этим файликом, вам нужна будет программа, должна быть установлена Cherry3. Ну, значит, во-первых, вот, пожалуйста, это для всех версий, как говорится, Linux'ов, как ее ставить. А это вот еще довесточек для Цинамона, там он еще, только в Цинамоне работает эта команда. Вот, можете заморозить экран, скопировать, значит, ради бога, смотрите сами. Можете просто взять, поставить программу Cherry3, вот отсюда, значит, через центр программ. Заводите там пароль, Cherry3, вишневое дерево, нажимаете Enter. Здесь вот кликаете, ну, у меня тут она уже установлена, а у вас будет написано УСТАНОВИТЬ. Нажимаете УСТАНОВИТЬ, программа у вас установится. Когда у вас программа установится, то просто-напросто пойдете в нее, файл открыть, зайдете там в загрузки, где у вас там мы ее скачали. Вот у вас она появится, как говорится, вот здесь вот. Вот практически и все. Здесь находятся все команды для терминала. Большинство моих там видеороликов, которые я сделал, что-то там будет непонятно, значит, вот можете искать по разделам. Можно, значит, вот, допустим, поискать вот так. Набрать, например, как подключить SWAP файл. Набираете SWAP, искать. Он откинет кучу всяких этих самых. Вот, how to enable, то есть как подключить. И вот здесь, как все это дело сделать. Хоть и на английском, ну, вполне, как говорится, понятно, где там что находится. Значит, и как вот этот файлик называется, который надо изменять и так далее. То есть, вот, функция поиска в Cherry3 очень хороша. Дальше. Нашли вы что-то новенькое. Решили какую-нибудь там новую веточку создать. Да, пожалуйста, вот. Сделали там новую веточку. Завели сюда какую-нибудь там информацию там полезную. Можете там сделать там побольше ее вот так вот. Все от вас зависит. Вот, ссылочка вставлена. Пожалуйста, вы находитесь, допустим, уже вот здесь. То есть, в любом раскладе все, оно, как говорится, работает нормально. Значит, я программу Cherry3 рекомендую всем и каждому, потому что программа очень хорошая. Кладовочки, значит, у меня сейчас вот на Mail.ru есть кладовочка, на Google Drive, на Яндексе, на Меге. Значит, и Сергей Тимченко любезно, значит, предоставил свои сборки для 32-битных версий. Он уже сделал Linux Lite, и Цинамон, и Mate, и X-Face, и Ubuntu, и Zorin. То есть, Сергей делает очень хорошие сборки, со вкусом, тщательно их проверяет, поэтому могу рекомендовать. Очень серьезный, так сказать, автор, и делает сборки, значит, очень качественно. Для чего делаются сборки? И мои сборки, и Сергея, и чьи-то там еще. Вот. Это наши, так сказать, авторские попытки настроить Linux по своему вкусу. Если вам нравится, как говорится, все это делать самому, ради бога. Вот есть уроки для начинающих. Здесь, значит, как скачать, проверить изообраз на винде. Здесь, значит, как сделать чудо-флешку. Здесь, вот, пожалуйста, установка и настройка официального дистрибутива. То есть, вот, вы записали дистрибутив на флешку. Здесь, вкратце, там, за 5 минут я вам говорю, как записать его на раздел жесткого диска. Ну, вот, уже, допустим, настройка официальной сборки. Естественно, она требует большего внимания, потому что надо поставить много программ и так далее. Здесь вам придется попотеть. Тут на полтора часа, как говорится, времени она рассчитана. Но, тем не менее, все оно здесь есть. Все оно дается вам в виде видеоуроков. То есть, зрительно. Вот, значит, и на многие вопросы, значит, которые были у меня в процессе общения с пользователями, здесь даны ответы. Значит, посмотрите внимательно. Значит, есть, значит, основы. Есть, значит, откуда качать дистрибутивы официальные. Очень там полезный видеоролик. Как выбрать для себя операционную систему. Значит, здесь, значит, краткий опрос, там, как, кому что нравится. Вот только я сегодня начал, а уже масса людей начала отвечать на этот вопрос. Дальше, значит, кому нравится, какой рабочий стол, там, Синамон, X-Face, Мэйд, КДЕ и так далее. Пользуетесь ли вы, допустим, программой SystemBug на своем дистрибутиве? Тоже очень важно, потому что программа крайне важная. И рекомендую каждому посмотреть по ней. Вот у меня целый ряд сделан видеороликов. Я считаю, что программа SystemBug вообще должна стоять на любом дистрибутиве Linux. Но сейчас она, к сожалению, возможно только на Linux Mint, Linux Lite, Ubuntu, на Debian и на Zorin. И еще там была одна операционка, тоже основанная на Ubuntu. Ой, сейчас уже не помню ее название. Ну, короче, дистрибутивы основаны на Debian и на Ubuntu. Они, значит, программу SystemBug воспринимают хорошо, она на них ставится без проблем. Здесь, значит, подробнее о сборках. Что такое сборки, какие там сборки. Принципы, хочу вам сразу сказать, для большинства сборок, они одни и те же. И принципы установки официальных сборок, невзирая на мелкие различия, тоже очень похожие. То есть официальные дистрибутивы ставятся по одним и тем же правилам. И авторские сборки также ставятся по одним и тем же правилам. И также там их можно и поднастроить, и сделать все, как говорится, по своему вкусу. Поэтому, значит, я вам, значит, рекомендую грамотно пользоваться моим блогом. Значит, причем, даже если забыли адрес блога, вот у меня обычно в моих сборках, вот он здесь дан. Можно даже на бумажку там взять, переписать. Скопировать ссылку, завести в поисковую строку, и все равно всегда попадете на мой блог. Вот. Многим очень нравится вот эта вот коночка информационная. Значит, она находится, значит, вот здесь у меня. На Меге есть. И, сейчас посмотрю. Программы Linux. Называется она вот, Konki Rus. Значит, вот так вот на нее нажимаете, нажимаете, скачать. Берете там, скачиваете. Она там 200 килобайт весит, моментально загружается. Сохраняете ее. Уроки, значит, по настройке, Konki, значит, вот здесь вам даны. Как там добавить, поднастроить и так далее. И будет у вас такой же информационный гаджет. Здесь тоже, опять-таки, независимо там, или Lite, или Linux Mint, там, Cinnamon и так далее. Принципы установки Konki, они очень похожие. Поэтому, значит, вот я всем, значит, рекомендую, прежде чем у вас какие-то там вопросы появятся, заскочите на блог, посмотрите. Может быть, уже какие-то вопросы имеются уже, скажем так, и в видеоответах. Может быть, вы найдете здесь, потому что я по многим программам на Linux я старался делать видеоуроки. Они могут вам оказаться полезными. Если ничего не помогает, ну, тогда можете подключить функцию поиска, значит, там, или на Яндексе, или на Google, на любой поисковой системе, поискать информацию, которая вам интересна. А как, допустим, можно добавлять там веточки в 4-3, значит, ну, теперь уже, как говорится, разберетесь, и будете грамотными пользователями. Вот таким вот образом. Значит, в принципе, качество вы теперь видеороликов выбирать умеете, смотреть их в нормальном качестве. Пользоваться, значит, файликом команды и видео тоже знаете как. Так, кладовочки мои вот здесь. На Mail.ru имеется ограничение, там больше 2 гигабайт она не позволяет закачивать файлы, поэтому приходится их разбивать на части и архивировать. А вы при скачивании эти файлы разархивируете и получаете тот же самый образ из-за. Так что тут сложного тоже ничего нет. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел, как говорится, сказать, вот, как правильно смотреть видеоролики на трубе и как пользоваться моим блогом. Естественно, с течением времени будут происходить какие-то изменения, но, тем не менее, вот, в принципе, это остается одними и теми же. Поэтому, вот, посмотрите, можете поучаствовать, скажем так, в голосовании, то есть, то, что вам, как говорится, нравится. Тут варианты, сразу можно несколько давать ответов, которые вам нравятся. То есть, нравится вам, допустим, два рабочих стола, там галочки их отметили, нажали «Голосовать» и все. Нравится вам несколько дистрибутивов, тоже можете там несколько кнопочек отметить и нажать. Ну, и здесь то же самое. С течением времени, значит, тут появится уже более или менее объективная картина, что нравится, скажем так, большинству пользователей. Ну, ладно, желаю, значит, вам удачи в этом наступившем новом году, всяческих успехов и до новых встреч!